В эфире информационная программа Пульс Города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Остров везения, отличного настроения и приключений, как отдохнула кандалакшская ребятня на Лайда-Салме. Страшная находка. Возле индустриального колледжа обнаружен мини-склад боеприпасов. Два колеса и лесные тропы. В Кандалакше прошел массовый веломарафон по кросс-кантри. Сгорели заживо пожары в бытовке на городской свалке. Унес жизни двоих человек. Тела мужчины и женщины были обнаружены сегодня утром в ходе разборов поврежденного огнем вагончика. Сообщение о возгорании двух бытовых помещений на городской свалке поступило на пульт оперативной службы сегодня в 7.42. На место происшествия выехали два пожарных расчета. После того, как пламя было сбито, выяснилось, что под завалами находятся двое человек. Как было установлено, это мужчина и женщина, которые длительное время проживали в вагончиках на полигоне для твердых бытовых отходов. При опросе таких же лиц, которые проживают на данной свалке, было установлено, что погибшим является Войтович Марина Анатольевна, 74-го года рождения, и Рунов Анатолий Викторович, 71-го года рождения. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все причины, приведшие к смерти двух лиц, причины возгорания. И также органы следственной просят откликнуться родственников погибших, если они проживают на территории города Кандалакша, и связаться со следователем по телефону 8 9 2 1 0 3 0 58 64. По факту произошедшего следственными органами сейчас проводится проверка, процессуальное решение будет принято после того, как станут известны результаты экспертиз. Начало этой трудовой недели для сотрудников полиции, похоже, стало одним из самых напряженных. Сегодня с утра в одной из комнат здания общежития индустриального колледжа была обнаружена страшная находка. По неофициальной информации, сегодня утром работникам общежития в одном из жилых помещений были обнаружены граната и пистолет. Находки были вынесены во двор, а после тревожного сигнала вскоре подоспела и полиция. При повторном досмотре комнаты уже сотрудниками правоохранительных органов в мусорном ведре были найдены еще боеприпасы. Кто и зачем держал все это у себя дома, неизвестно. Полиция пока не делает официальных заявлений по этому факту. Участковые и полномоченные отчитаются о своей работе перед жителями нашего города на встречах с населением, которые пройдут в течение двух дней – 7 и 8 июля. Стражи порядка подведут итоги своей работы за первое полугодие текущего года. Так уже завтра, 7 июля, в период с 17.00 до 18.30, Стражи порядка представят свои доклады жителям центральной части города. Встреча с населением состоится в ГКЦ Нива. 8 июля также с 5 до половины 8 вечера, но уже во Дворце культуры «Металлург» будет озвучен отчет участкового уполномоченного, за которым закреплена территория микрорайона Нива-3. Остров наших сокровищ. 40 мальчишек и девчонок из Кандалакшского района. Никогда не забудут его название – Лайда Салма. Уже второй год подряд сотрудники Зеленоборского ЦРТДЮ разбивают там палаточный лагерь. Остров Лайда Салма ранее давал приют путешественникам и рыбакам, а в общем-то был необитаемым. В прошлом году на нем поселились маленькие пираты, а в этом – юные ВДВшники и морпехи. Подошла к концу уже вторая смена палаточного лагеря «Остров сокровищ» – единственного в своем роде в нашем регионе. Этим летом здесь побывали 40 мальчишек и девчонок из Кандалакши, Зеленоборского, Аллакурти. Четыре ночи в палатках под надоедливое жужжание комаров и плеск волны кавдозера. Такое не забудется никогда. А вкуснейший борщ и чаек с дымком, приготовленный прямо на берегу, самым искусным в мире поваром. Все это не для неженок или жебок, а для настоящих маленьких героев. Их называют теперь отважными следопытами и искателями приключений. Благодаря придумкам взрослых друзей островитяне нашли то, что искали. Два отряда у нас в данный момент в лагере – это ВДВ и морпехи, морская пехота. Ребята соревнуются. В конце соревнований получают звезды, большую или маленькую, в зависимости от того, какая команда победила. Ну и, конечно же, их ждет клад на этом острове. И они должны разгадать военную тайну. Мероприятия-то очень интересные. Они и спортивные, и патриотической направленности. Очень много мероприятий. К нам приезжают гости с мастерскими, которые показывают деткам, как разбирать автомат. Будет очень интересная игра в пинбол, предполагается. Будет игра реконструкции, где дети ощутят себя в 1944 году, будут искать шпионов диверсанта на нашем острове. Погода, конечно, могла бы и потерпеть со своими капризами хотя бы пять дней на время пребывания ребят на острове. Но даже проливной дождь не смог испортить никому настроение. На такой случай у строителей лагеря, Зеленоборский центр развития творчества детей и юношества, предусмотрели защитные меры. Ведь об устройствах лагеря начинали заниматься заранее. Мы построили баню в этом году, навес очень большой на кухне на нашем камбузе, чтобы ребят не мочило дождем. То есть мы застраховались на все случаи. Почему? Потому что если будет дождь, мы с острова сниматься не будем в любом случае, как в принципе и было на первой смене. У нас есть программа, называется «План Б», когда мы запускаем какие-то мероприятия, которые можно проводить в большой армейской палатке, под навесом. Ну, конечно, мы экипировались в этом году хорошо и купили плащи специальные защитные, влагозащитные. В этом году программа лагеря приобрела военно-патриотическую направленность в связи с 70-летием Победы. Тут немножко строго, говорят организаторы. Ребята занимаются даже строевой подготовкой. Есть свой комбат, два инструктора, взводный. Так темы интереснее. Поиграть в пинтбол, подержать в руках знаменитый автомат Калашникова – какой мальчишка об этом не мечтает. Впрочем, и девочки не отстают. С утра, наведя красоту, они встают в строй и наравне с мальчишками преодолевают все приключения и неожиданности, подстерегающие на сказочном острове. Подъем, зарядка, пятиразовый прием пищи, тренировки, занятия, поиски фарватера, встречи, общения, вечерний совет. Все продумано взрослыми и подводит к главной цели. Ведь в последний день должен быть обязательно найден клад и разгадана военная тайна. Вчера мы очень хорошо покатались на лодках. Здесь можно зарабатывать карточки, чтобы покупать еду. И мы ездили за дровами на баню. Да, сладости, вкусняшки всякие. И это очень сильно запомнилось. А сегодня у нас был марш-бросок. Очень интересная такая программа командная, сплочение команды. Это очень важно, я считаю. Ребята исследовали уже весь остров и даже название дали местным достопримечательностям. На карте Лайда Салмы появился, к примеру, мыс Безмятежность. Так назвали один из его уголков островитяне первой смены. Но еще есть безымянные места, ждущие своего часа. Еще 30 июня эти мальчишки и девчонки думали, что впереди у них целых пять дней жизни под открытым небом без маминой и папиной поддержки. 4 июля, в день подведения итогов смены, вздыхали и грустили. Всего пять дней. Впечатлений и воспоминаний хватит надолго. Своё общение ребята продолжают и после закрытия смены на специально созданной страничке ВКонтакте. Там уже дают волю и восторженным отзывам об острове, заботливых взрослых, островитянах, всех, кто придумал такой удивительный лагерь. В минувшую субботу, 4 июля, несмотря на предсказания синоптиков, погода на редкость была прекрасной. А потому солнечная поляна на левом берегу реки Нива собрала в этот день немало любителей велосипедного спорта от мала до велика. В Кандалакше проходил открытый чемпионат по веломарафону в дисциплине кросс-кантри. Название дисциплины кросс-кантри многим любителям простых велосипедных прогулок по городским улицам может показаться и незнакомым. Термин означает езду по пересеченной местности, лесным тропам. По идее это требует специальной подготовки, как самого спортсмена, так и его железного коня. Но организаторы постарались так разнообразить трассы, что принять участие в заезде мог любой желающий, от новичка до профессионала. В таком формате соревнования проводятся впервые. Потому что очень много видно людей, которые катаются вечером по городу на велосипеде, но не принимают участие в соревнованиях. И вот в этом году мы решили все-таки попробовать пригласить их, поучаствовать в соревнованиях, чтобы они посмотрели, что это не так все сложно, и принять участие, ну и получить заслуженную медаль. Среди городов участников веломарафона – Кандалакша, Полярные Зори, Манчегорск, Оленигорск, Кировск, Апатиты, Североморск, Мурманск – всего более ста спортсменов. По сравнению с предыдущими годами, это мероприятие стало самым массовым. Причем, как отмечают сами участники, чудесная атмосфера настоящего спортивного праздника, цирившая в этот день на левом берегу реки Нива, смогла порадовать каждого. Стараюсь участвовать во всех мероприятиях, тем более это первый марафон в Кандалакши, такое пропускать нельзя. Очень великолепная организация, только положительные отзывы, все очень хорошо, вот смотрите, медальку дали за участие. Музыка, самая главная музыка, позитив, хорошее настроение, все отлично, погода, лето. Но для того, чтобы организовать такое потрясающее действо, конечно, требуется помощь ни одного человека. И самим организаторам веломарафона Илье Тютереву и Александру Лазареву свою поддержку оказали неравнодушные организации нашего города. Я в первую очередь хочу поблагодарить наших партнеров. В первую очередь это Кандалакшиский алюминиевый завод в лице генерального директора Терентьева Андрея Александровича. ООО «Фиолент», которое предоставило нам шикарный питательный пункт для всех участников. Компания «Росгострах» и наши информационные партнеры «Европа плюс Кандалакша», «Рарусское радио Кандалакши». В этот день кто-то впервые проехал по лесным тропам. Кто-то, освоив более сложные трассы, еще раз доказал свой уровень. При этом медаль участника получил каждый. Организаторы надеются, что открытый чемпионат из года в год станет собирать все больше любителей велоспорта, расширяя при этом возможности мероприятия и географию его участников. На этом наш выпуск подошел к завершению. Далее реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго и до встречи.